За ближайшие 5 минут вы узнаете все, что вам нужно о компании ММК Тикер Магн. Капитализация 663 миллиарда рублей. Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших мировых производителей стали, входит в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России с долей около 17%. Компания обеспечена собственной железной рудой на 19%, углем на 43%, доля продукции с высокой добавленной стоимостью 40%. ММК выплачивает дивиденды 4 раза в год. Последние годы платит 100% от свободного денежного потока. Сейчас над компанией навис возможный штраф от ФАС, который может составить от 4 до 60 миллиардов рублей. Это составляет от 1 до 20% EBITDA за 2022 год. EBITDA – это прибыль до вычета расходов, выплат по кредитам и амортизации оборудования. Антимонопольная служба заподозрила компанию в установлении и поддержании монопольно-высокой цены на стальной горячекатанный плоский прокат. Выручка по регионам. Почти 80% выручки приходит на Россию и страны СНГ. На Турцию и Ближний Восток – 11%, на остальные регионы мира – 10%. Структура выручки по продукции. 47% занимает горячекатанная сталь. 32% – холоднокатанная с полимерным покрытием. 18% – разнообразная металлопродукция. И 3% – сырье и полуфабрикаты. Темп роста акций с начала года. Итак, с 1 января акции Московской биржи упали на 10%, а акции Магнитки – почти на 15%. Такое большое падение обусловлено как геополитикой, так и расследованием ФАС. Если мы посмотрим динамику за последний год, то Мосбиржа практически не выросла, а вот акции Магнитки выросли на 16%. Если мы посмотрим динамику за последние 5 лет, то Мосбиржа выросла на 60%, а ММК – на 48%. Хотел вам сообщить, что у меня есть телеграм-канал Путь Инвестор, ссылка на который будет внизу в описании, в котором я публикую различные полезные посты и в котором можно пообщаться со мной или с другими участниками нашего комьюнити. Обязательно подписывайтесь, жду вас в телеграме. Справедливая стоимость акций. Сейчас компания оценивается в 3,5 годовых прибыли, в 0,88 годовых выручки и за 1 рубль активов вы платите 1,5 рубля. По выручке и по прибыли мы сейчас торгуемся в среднем ниже, чем за последние годы. А по балансовой стоимости приблизительно на средних значениях за последние годы. Аналитики SimpleoStreet считают, что одна акция недооценена на 46% и справедливая стоимость 110 рублей за одну акцию. Выручка и прибыль. Здесь я хотел вам показать особенности циклических компаний, к которым относится ММК. К примеру, смотрите, продажи стали в 2016 году составили 11,6 миллиона тонн. И в 2017 году та же самая цифра, но выручка разная, 380 ярдов и 440. Просто вот в 2017 году цены на сталь были выше. В целом продажи по годам особо не меняются, но выручка существенно разнится. За последние 12 месяцев цены на сталь были очень высокие. За счет этого рекордная выручка. Также рекордная ебеда. Также рекордная рентабельность ебеда 36% против средних значений 23-26%. Чистая маржинальность бизнеса подскочила до 25%. Возврат на капитал. Та ставка, по которой компания зарабатывает деньги на собственный капитал. 44%. Возврат на активы 30%. Все это обусловлено высокими ценами на сталь в 2021 году. Но надо понимать, что дальше цены на сталь придут к своим средним историческим ценам. Как вы видите, 2021 год оказался очень удачный по выручке, но и по прибыли тоже. И аналитики Simple Wall Street устанавливают прогнозные значения выручки очень высокие. То есть они останутся примерно на текущих уровнях. То же самое будет и с прибылью. Но правда такая, что никто не знает, какими будут цены на сталь в будущем. И возможно в 2023 году будет серьезный провал, и мы увидим вот такой вот прогнозный график по выручке. Соответственно это приведет к снижению дивидендной доходности, а сейчас она очень высокая. Финансовое здоровье. Традиционно магнитогорский металлургический комбинат поддерживает низкую долговую нагрузку. Соотношение долг и беда на данный момент 0,12. Финансовое здоровье отличное. Собственный капитал в последнее время растет и превышает обязательства. Историческая дивидендоходность. В 2016 году это было 6%, в 2017 6,7%, в 2018 13,7%, в 2019 12,7%, в 2020 проблемном 7,1%. За последние 12 месяцев почти 15%. В 2021 году было 4 выплаты, хотя одна выплата пришлась на 13 января уже 2022 года, по 2,6 рубля, 3,5, 1,7 и 0,9. В 2022 году будут также 3 выплаты и одна выплата придется на начало 2023 года. Выплаты будут по прогнозу УК доход выше 3,8, 2,8, 2,6 и 2,3 рубля. Таким образом, дивидендная доходность в 2022 году может составить 19%, и это 11,6 рублей выплат на одну акцию. И в целом, как мы видим, долгосрочная динамика выплат в рублях у компаний положительная, единственное был проблемный 2020 год, когда дивиденды снизились. Прогнозы у аналитиков разные, от продавать до покупать. К примеру, самый свежий, от 20 января 2022 года, Бэнк оф Америка, прогноз 56 рублей за одну акцию или минус 7% от текущих значений. Но консенсус прогноз составляет плюс 41% от текущих значений. Технический анализ акции Магнитогорского металлургического комбината. С сентября 2021 года мы торгуемся вот в таком вот нисходящем канале. Недавно мы успешно отбились от его нижней границы, пошли вверх, а сейчас вот у нас наблюдается вот такая проторговка. Видимо, рынок ожидает решения по антимонопольному делу. Заседание пройдет 8-9 февраля. Соответственно, при неудачном исходе мы, скорее всего, придем на нижнюю границу этого нисходящего канала, а может быть, даже придем к очень важному уровню поддержки в 45 рублей. Если же Магнитку не оштрафуют, с высокой долей вероятностью мы придем к верхней границе, а при пробитии нам надо будет преодолеть уровень сопротивления 72 рубля. В качестве резюме, Магнитка – это отличный столетейный бизнес, который в основном ориентирован на Россию, соответственно, менее подвержен западным санкциям. Также плюсом является потенциально двузначная дивидендная доходность в этом году. В ближайшее время надо дождаться результатов разбирательства с ФАС. Надо дождаться, будет ли оштрафована компания, а если будет, то на какую часть от своей прибыли и выручки. Инвестировать или нет, решать только вам. А лайк обязателен. Субтитры создавал DimaTorzok